Всех с приветом! Это Нескучный Саунд, канал про музыкантскую кухню, как правило. Но сегодня нет. Когда Саша сидит под ковром бабушкиным, это всегда говорит о том, что сейчас будет какое-то растекание по древу. Но сегодня максимально в этом смысле. У меня день рождения. Я решил злоупотребить вашим вниманием и поделиться с вами чем-то личным и ценным и рассказать про 10 моих любимых песен. И это любимые песни не потому, что в них какое-то что-то по теории музыки классное происходит, хотя не потому, что они достойны музыкальных вскрытий или каких-то премий. Многие думают, что я весь такой техногенный музыкант, измеряю музыку линейкой, и только это мне все интересно. Но на самом деле ирония в том, что это в общем-то не так. И до того, как этот канал зародился, это совсем не было так. Мне очень интересно все познаваемое в музыке. Именно потому, что в этом можно разобраться, и это можно отделить, немножко рафинировать, отмести при желании в сторону, пользуясь этим, овладев, и увидеть отдельно от этого то самое непознаваемое, самое интересное, и поближе к нему подбираться, и именно с ним взаимодействовать, когда у тебя под ногами не путается вот всякая техническая и теоретическая база. Это самое ценное в музоне, какой-то эмоциональный момент, в конце концов. И поэтому, мне кажется, у большинства из нас любимая музыка – это не та, которую мы там чисто музыкантски уважаем, а та, которая вызывает какие-то эмоции. И, как правило, это что-то, с чем связаны события в жизни, и, как правило, в юности, в молодости, в ранней зрелости. Потому что, когда с тобой под какую-то песню или из-за нее произошло что-то ценное, то, что бывает только раз впервые, по крайней мере, а эта песня навсегда для тебя останется особенной, и это будет бесполезно объяснять с точки зрения теории, психологии, антропологии. Под этим соусом я хочу поделиться этими десятью песнями. Первая – это песня The Beatles – Because. Это первая музыка в моей жизни, под которую я оказался на какое-то мгновение счастлив. В раннем детстве отец, тогда еще до развода с матерью, он все время мне пичил Beatles, Deep Purple, и, ну, как бы я послушный парень, я слушал, ну, мне вроде как нравилось, что кувыркаться под эту музыку можно, делать вид, что ты кайфуешь, чтобы папа подумал, что у тебя есть музыкальный вкус, тоже можно, в общем, функцию свою для меня она выполняла. Но вот с этой песней впервые произошло что-то особенное. Папа как-то принес домой ноты некоторых песен Beatles. Он у меня музыкант-самоучка, ноты не читает, на слух там подбирал, что мог всегда. А мама окончила музыкальную школу, институт культуры. Она в музыканта никогда не метила вроде бы, но у нее была вот база достаточная. И он, значит, на фортепиано папа ставит эти ноты и говорит, Ларис, Ларис, сыграй. Вот, а я при этом присутствую. И мама садится, начинает вот эту... Там на шестой ступени мажорный аккорд, малый септаккорд, и она его нажимает. Значит, эта нота альтерирована, это нельзя так делать. Типа, ну, там немножко не по правилам, да, какая-то альтерация. А батя мой такой, такое у него счастье на лицом. Типа, да, нельзя так делать, они сделали, да, Beatles гениально, там, сюда, сюда. И, в общем, в комнате что-то такое произошло, что всем стало хорошо, и мне стало хорошо. И это впервые вот что-то в связи с музыкой меня вштырило. Хотя песня здесь, в общем, ни при чём, это детские семейные дела. Я эту песню распробовал как музыкант лет через 10, наверное, когда уже сам музыкой занялся, когда мы с сестрёнкой раскладывали там её на голоса, когда я мог уже как-то кайфануть от этой гармонии сам, от этих там уменьшённых аккордов, всё такого. И, в целом, как-то эта песня ко мне возвращается в особенные моменты периодически, раз там лет в 5-10. Ну, целое видео я ей посвящать не буду. В общем, это моя первая такая музыкальная любовь. Следующая песня – это Limbiscuit Break Stuff. Это первая музыка, которую я полюбил, скажем так, по собственной воле и вштырился от которой. Потому что у меня была старшая сестра, она девчонка харизматичная очень, такая волевая, на энтузиазме, артистичная, а я такой достаточно тихий, покладистый был пацан, и я любил то, что любит она по музону. Пока она штырилась от какого-нибудь Ace of Base в 5-м классе, я любил Ace of Base. А потом она вдруг штырилась от Nirvana, с какими-то панками бухала там на Арбате, и я рисовал там фломастером красным Nirvana, Курт Жив, вот это всё. Ну, слушал, мне нравилось, да. Я помню до сих пор это ощущение. Мы на двуспальной кровати, и ночью я засыпаю под то, как у неё из наушников хреначит, там орёт Курт Кобейн. А вот Limb Biscuit – это музон, который лет в 12-13, не помню. Класс, наверное, примерно шестой, который вот впервые меня вштырил самого. Я прям впёрся. Прям вот эта неуметальная тема. Помню, я с этим магнитофоном Panasonic, слушаю их альбом, второй, по-моему, это альбом Significate Other. И прям я ручку громкости там кручу, пытаясь участвовать в этом музоне. Там ещё кнопка была 3D-бас, и я её там в припевы или в какие-то яркие моменты включал. То есть, вот впервые мне захотелось вовлечься так в этот музон. И до сих пор у меня очень пырёт этот трек. Прям по полной программе, прям полный задор. И тогда у меня всё время возникать начало от музыки чувство, которое я, честно говоря, только сейчас, вот, думая об этом видео, я вспомнил и осознал, что мне всё время, как бы мне сильно не нравился музон, было какое-то вот это ощущение, которое я не понимал, что я хотел бы, чтобы было по-другому. Но вот какое-то внутреннее мечтание, что вот если бы было так, но с перламутровыми пуговицами, да, или без крыльев, что во всём музоне есть вещи, которые мне нравятся, но всё-таки это вот не так, как я вот прям на 100% хочу. Ну, возможно, это, хотя я никогда это не осознавал, не формулировал, и привело к тому, что я в итоге музыкой занялся и прям завис в ней по полной программе до такой степени, что вот и вас пытаюсь в неё зависнуть. И дальше пошла пора музыканская уже. И есть песня у группы Deep Purple, называется Sun Goes Down. Это не тот классический Deep Purple, где Blackmore, вот эта вся история, 70-е. То есть, ну, в общем, считается каноничным тот Deep Purple, который легендарный. А дальше группа Deep Purple существовала много лет, она до сих пор, в принципе, существует. Они понавыпускали альбомов, и как-то я в магазине у метро купил диск, альбом Bananas. И я вычитал там сзади, что, ну, я знал, что там уже не Blackmore гитарист, играет там Стив Морс. Я на тот момент ещё не обнаружил progressive rock для себя, но уже у меня было, видимо, какое-то тяготение к такого рода вещам. А этот альбом, он для Deep Purple. Необычно прогрессивный, мне кажется, что там очень впрягся Стив Морс, именно по композиции. И, в общем, я услышал на этом альбоме совсем не то, что я ожидал, не просто, скажем так, пентатонику и полтора рифа на песню. И был один момент там, вот в этой песне Sun Goes Down, там гитарное соло начинается. И я ехал в автобусе в Академию ФСБ на подготовительные курсы. Это я в 10-м классе, по-моему, или в 11-м. Я уже не помню, когда это было. Наверное, в конце 10-го класса. То есть я занимался музыкой уже где-то около года. И вот тут меня уже начало достаточно крепко штырить. И вот заиграло это соло. Я совсем тогда не понимал, конечно, что в нем происходит, но это был для меня совершенно другой мир. Сейчас я понимаю, что там Дорийский. Там астенатный бас. Скачет из мажорного, миксолидийского, в минорные и там хроматизмы. Очень классное, вкусное соло, лаконичное. По драматургии я считаю, что огонь. Мне очень нравится его, в принципе, звукоизвлечение, студийное, по крайней мере. И у меня что-то типа какого-то головокружения просто от этого соло. Я иду, значит, это Олимпийская деревня, там на юго-западе Москвы. И я понимаю, что не, короче, все, я хочу музыкантом быть, ничего не знаю. Не знаю, как. Я вот только там год играю на гитаре. Не знаю, каким образом. И я набрался, в общем, смелости сказать родителям, что что-то не хочу. Я в Академию ФСБ, ребят, сорян. Это было максимально неразумно на тот момент. Настолько меня впечатлило, что мне маленькому и робкому, в общем, хватило яиц, чтобы сказать, вот не хочу, не буду вот это, а хочу и буду вот это. За это Стиву Морсу и группе Deep People огромное спасибо. Ну, дальше уже пошел прогрессив-рок, группа Yes, Close to the Edge. Это песня 20-минутная на альбоме под названием Close to the Edge. Когда открыл я для себя там King Crimson, и вот все, пошел этот прогрессив, я понял, что вот то, что мне частично нравилось в Pink Floyd и вот в «Бананах» Стива Морса. Вот оно где находится все, вот в этом зоне. Мне было тяжело его воспринимать, потому что это информационно достаточно сложно. Это древний саунд, то есть, Yes, это 70-м какой год. И этот альбом я распробовал не с первого раза. Дружбан мой, Юра, спасибо ему за то, что открыл для меня вот этот мир арт-рока. И вот когда там какой-то раз я слушал этот альбом, я начал в нем ориентироваться, и спала пелена вот этого непонимания, когда из-за того, что у тебя непонятен язык, на котором с тобой разговаривают, тебе кажется, что несут ахинею какую-то. И вот я немножко въехал, и я прочувствовал, насколько же это мой музон во всем. То есть, Yes, на мой взгляд, это сильно не такой арт-рок, как многие их современники. Он какой-то очень светлый, при этом в нем есть, ну, по тем меркам, как сейчас-то в попсе дистолшина больше, чем в роке тогда, но там есть вот эти яйца. Что-то там с барабанами творится, и вот это вот эзотерическое арт-роковое безумие. При этом достаточно светлые гармонии, достаточно светлые лады. Эффект как от роковой части «Богемной рапсодии», которая, в общем, она же вот такая, но это не пентатоника даже, это даже не минор, никакой не дорийский, это мажорная гамма, и вот этот полиритмичный для меня весь ЕС тех времен, это вот такое ощущение, как от вот этого проигрыш «Богемной рапсодии», и я просто влюбился в эту, ну, там, можно сказать, что это песня, она многочастная. Впервые мне захотелось поизучать, что это там за группа, что это за люди, как они туда попали, и как это у них такое получилось, где они взяли такой звук, а что означают вот эти слова. и до сих пор это такая моя любовь, и эта музыка у меня очень зеленая, потому что альбом у меня был зеленый, то есть я не этот, не из тех, которые слышат музыку цветами, а просто вот зелененький вот этот альбом, Close to the Edge, в моем CD-плеере, это навсегда осталось, может быть, поэтому в итоге у меня зеленых цветов канал получился. Дальше у меня вписана тут песня «Пятницы», «Я с тобой». «Пятница» – это было для меня особое такое открытие в тот период. Как раз вот я вштырился по прогрессив-року, очень отъявлено, и со всем присущим юноше максимализмом я ничего другое не приемлил, в принципе. Мне казалось, вот она, музыка, короче, идеальная, ее нужно только по-бырому возродить и спасти мир вот таким вот арт-роком. И тут появилась «Пятница», вот их альбом, он назывался «О-5», по-моему. Короче, который хитанул, с которым они вылезли, насколько я понимаю, из андерграунда и стали очень известны. И это даже меня вштырило, хотя я не был готов воспринимать ничего в принципе на русском языке на тот момент, и ничего, кроме прогрессив-рока, и меня прям захватила эта тема. И это тоже песни, которые, в общем, никогда не становились для меня как-то безразличны, как часто бывает, а любовь там вспыхивает, проходит. На мой взгляд, до сих пор это идеальный какой-то альбом. Сочетание всего, исполнение, образа, текстов, гармонии, саунда, момента, ощущение момента, по крайней мере, который в этих записях создан, прям огонь. И когда я встречаю, там, знакомясь с новыми людьми, тех, кто знает песни «Пятница» наизусть, это прям для меня сразу, о, зачет, да, мы, наверное, подружимся. Дальше, что я там написал, да, я в хронологическом порядке иду, дальше «King Crimson Dinosaur», динозавр. «King Crimson» – это легендарная прогрессив-рок группа, Роберт Фрипп – легендарный дед, ну, он не всегда был дед, но сейчас дед, но очень много он сотворил музыки, очень много через него прошло музыкантов, далеко не вся она мне до сих пор нравится. Я бы даже сказал, что почти вся не вызывает особых чувств, кроме, конечно, уважения перед человеком, который во многом прокладывал лыжню своими экспериментами, открывал какие-то штуки, осмеливался что-то делать, после чего другие дорабатывали эти идеи, как мне кажется. На тот момент я привык, что прог заходит мне не сразу. То есть, я когда включал впервые новый альбом какой-нибудь прогрессив-рок группы, я знал, что сейчас пару раз он пролетит мимо меня, я буду не понимать, мне будет не нравиться, и это не важно. Нужно просто перетерпеть. И я вот так вот лег перед сном в гостях у друга моего, Юры, включил этот альбом Фрэг. Там сначала инструментал, вот это вот вся математичная, ну, по тем временам математичный рок, и когда пошла эта песня, просто меня разорвало. Потом я понял, что это другой период группы Кинг Кримзон, где песни писал Эдриан Белью. Эдриан Белью это очень интересный мужик, в этом смысле для меня такой, ну, не эталон и не кумир, но прям очень я респектую то, что он одновременно и очень прогроковый чел, артроковый чел, интересный, необычный, но все время у него в песнях есть какая-то хукинка, хитинка, хитиновый слой, хукиновый слой, то есть меня дико цепляют его песни, он находит какие-то идеи, они отличаются у него, чем-то он, короче говоря, я его как сонграйтера прям просто обожаю, и вот на этом альбоме я впервые с ним вот так вот лоб-лоб встретился, и песня «Динозавр», да, я говорю «Somebody is digging my bones», я динозавр, и кто-то раскапывает мои кости, ну, я прям вообще кайфанул, ну, потом я подобрал, понял, что там чисто по музыке всякие ступеньки, которые мне нравятся, в общем, это песня, которая меня очень удивила и воодушевила, потому что я что может быть прок, который мне интересно будет слушать на 15-й раз, ну, который с первого раза прям сразу меня цепляет, а значит, ну, на тот момент я уже музыкой сам занимался, значит, я тоже, может быть, могу так сделать, сделать музон, который меня прям будет безговорочно штырить. Дальше, что у нас там? Давид Тухманов, «Приглашение к путешествию», альбом «По волне моей памяти». Когда мне его показал худрук Анатолий Тимук в кавер-группе, в которую я поступил, то есть, когда я занялся музыкой, поступил, в принципе, поступил, потому что мне там пришлось сначала учить, переучивать меня из арт-рокера во что-то хоть более-менее удобоваримое для мейнстримовой музыки, игры на гитаре радииного формата, он дядька, ну, топил за попсу, за все такое, но образованный, и он, в общем, послушав, что я люблю и что я пишу сам, мне посоветовал «По волне моей памяти», и, значит, этот диск купил, арт-рок 70-х, вот то, с чего началась моя прям любовь к этому жанру, такая предопределившая много для меня по вкусовому плане, но я услышал это на русском языке и с русским каким-то духом, и с тех пор, по-моему, да, с тех пор я больше не писал на английском языке, потому что до этого я писал в основном песни на английском, ну, тогда мало что получалось, кроме песен для девочек про любовь, я писал по-английски, мне казалось, что вот оно там, типа, ну, как у ребят, которых я люблю, и тут я услышал, что можно делать музон с этим духом, но, вот, видимо, это что-то культурное, ментальное, то есть мне оказалось это еще ближе, чем «Ес», то, что там происходит, и что русский язык меня здесь не смущает, что это клево, что я все-таки люблю русский, и буду писать такой музон по-русски, и этот альбом был для меня таким, а что так можно было, да, то есть оказывается, можно делать вот эту музыку и делать это по-русски, и в плане языка, и в плане какого-то вот внутреннего и музыкального, и душевного устройства, короче, эта песня для меня изменила жизнь, вот, опять же, когда она заиграла дома, мама как раз заходила, и она такая, «Ух ты, ничего себе, ты какой хороший, нафталин, типа, слушаешь», говорит, вот, выяснилось, что она это тоже в юности слушала, и батя, оказывается, это делал, тоже слушал, и любил, ну, все, что как-то объединяет с родными, с родными часто не хватает точек пересечения, и это как-то очень согревало, спасибо Давиду Тухманову за альбом этот потрясающий, дальше Стиви Уандер, «Overjoyed», тут могло бы быть миллион песен, то есть, когда вот я начал играть поп-музыку в каверах, вникать в нее, там мы пели всякий разный джаз, в общем, у меня благодаря каверам произошел экскурс по всем, по всем стилям, которые я до этого игнорировал, потому что только прогрессив, и только, хотел сказать, только хардкор, нет, только прок, и только рок, и тут я вынужден был погрузиться, сначала с какой-то брезгливостью в эту всю музыку, а потом, слава богу, мозг начал воспринимать, и я очень многое для себя почерпнул из очень многой музыки, от самой тупенькой, единственное, что я не смог полюбить, и никогда, наверное, не смогу полюбить, это итальянская дискотека 80-х, ничего с собой не могу поделать, музыка, все, что я могу с собой сделать, это не ненавидеть ее люто, вот это максимум, мне нужно прям сгруппировать всю свою мудрость и весь свой дух, чтобы не плеваться от этой музыки, а так, я научился там для себя находить что-то интересное во всем, но вот Стиви Вандер, когда мне его показали, офигеть, как интересно для меня, это казалось тоже, это вроде бы джазофьюжновые дела, но это сонграйтер, это хуки, это, блин, это кляну Стиви Вандер, что его хвалить, он захваленный до смерти, и вот песня Overjoyed настолько вштырила и по музыке, и по сочетанию текста с музыкой, хотя Стиви Вандер там не какой-то великий поэт, но именно как он вплетал идеи текстов в свою музыку, как это все вместе у него работало, какие ритмические рисунки, гармонические, как это с одной стороны джазово, с другой стороны с долей попсовой хуковости, и это прям любимая была у меня песня, я в итоге женился под нее, и даже несмотря на то, что брак, мягко говоря, в итоге не удался, я все равно песню эту горячо люблю, и ее я музыкально вскрою обязательно, потому что мне кажется, что она того точно стоит. Спасибо Стиви Вандеру за мое счастливое уже не детство. И дальше Ариэль Ты музыка советская группа Вия Ариэль Ой, затекла нога. В общем, это тоже такой дух 70-х, и в этой песне я услышал ее, когда мне было уже, наверное, там лет 20, то есть, я музыкой занимался уже лет 5, уже я работал, уже, в общем, прошел всякие круги ада и не ада, и в этой песне что-то я такое услышал, такое к музыке отношение, ну, я услышал его, наверное, потому что на тот момент сам был готов к этому прийти, и это, в принципе, по большому счету последняя песня в списке, потому что вот она пришлась на пору, когда я как-то постепенно начал музыку переставать делить на стили, на жанры, на отдельные песни, на штуки, которые мне нравятся, штуки, которые мне не нравятся, на то, что важная какая-то актуальность или не актуальность, то есть, постепенно начал перетекать к тому, что мне вот музыка нравится как совокупное явление, и отдельные песни, какие-то исполнители мне нравятся как симптом этого, как те, которые вот это, ну, то есть, музыка, это некое что-то безмерное свойство, я не знаю чего, колебаний воздуха и колебаний нашей нервной системы, и того, что мы зовем душой, но оно само по себе как бы просто есть, и оно волшебно, а кто-то выцепляет оттуда и превращает это во что-то материализованное, в конкретную песню, в какой-то, в конкретный звук, и любя это, любя песню, любя что-то в какой-то песне, все это для меня начало стремляться вот в музыку как таковую, и с одной стороны мне стали гораздо менее интересные какие-то песни, конкретные, вот, с другой стороны мне стало интересно вот взаимодействовать именно со всей вот этой толщей, грубо говоря, в любом виде, и как раз на эту пору пришлось много вот этих эпизодов, когда я еще не окрепший совсем сонграйтер, начал выхватывать критику от респектуемых людей, то есть не от хейтеров в комментариях, которые мне рассказывают там, что чувак, надо быть проще, от людей, которых я уважаю, там, худрук, продюсер, там, старшие товарищи, и я что-то пытался извлечь из их слов, и я страдал, конечно, что там они не принимают то, как мне нравится, и вот это вот ты музыка, музыка, как мне стать твоим узником, уйти в глубину твою, оно стало каким-то красной нитью сквозь это все, не знаю, помогла ли мне непосредственно эта песня, я думаю, что она мне не помогла, но она вот своеобразный лозунг того, куда я шел внутри себя, к своей какой-то в музыке, надеюсь, что подлинности, вот, группе Ариэль, я практически ничего больше не слышал группы Ариэль, но вот с этой песней какая-то у меня особенная спайка, я много лет хочу ее ковернуть с какими-нибудь ребятами, которые ощущают, может быть, так же, эта песня, в принципе, закрывает период, когда я делил музыку на песни, но тут у меня также вписано Крис Корнелл, Still Rain, это, я надеюсь, что какой-то новый виток, я услышал ее года два назад в самолете, Саша Рыжак из компании Ямаха, мы летели на мастер-класс какой-то, и он все время в самолете мне включал всякие музоны, я люблю, когда мне люди со вкусом и из другой оперы включают пару песен, которые им нравятся, потому что сам я музыку не слушаю практически никогда и очень не люблю слушать ее много, то есть, когда мне говорят, что есть какая-то классная группа, включать альбом, это столько для меня информации, а вот когда кто-то, кому я доверяю во вкусовом плане, мне выдает песню одну, и я могу как бы в нее погрузиться по-настоящему, прям послушать ее внимательно, это очень клево, и как же я был удивлен, что эта песня, она у меня вызвала вот практически домузыкантские какие-то эмоции, но, ну вот, но по-музыкантски, не знаю, сложно объяснить, то есть, я практически сразу слышал, что это за гармония, а когда я ее проанализировал, разобрал гармонию, мелодию, я понял, что вот это редкий случай на данный момент, когда мне хочется сказать, что вот этот припев, блин, должен был написать я, то есть, в общем, я сам пишу музыку так, как мне нравится, мне, в этом смысле, мне моя музыка нравится идеейно больше, чем какая-либо, потому что вот, я наконец-то научился, и я делаю то, что мне надо, каждый звук я делаю так, как мне хочется, а здесь прям, как выстроен этот припев, прям, вот, то есть, я его люблю по-музыкантски, но до такой степени, что как будто бы я снова хочу включить магнитофон Panasonic с Alim Biscuit и нажимать на кнопочку 3D Bass и громкости, громкости дирижировать, вот, надеюсь, что это какой-то новый виток, и я вот пройдя через скука, блин, больше десяти лет, вот это вот, и музыка, музыка, океан, океан, что может быть, дальше я вныриваю, и я снова начну, как Бенджамин Баттон, молодеть, и влюбляться в песенки в отдельные, по-простому так, и мне не будет мешать мое музыканство в этом смысле, а будет наоборот, как в данном случае, помогать. Такая вот получилась история, ну, в комментариях, естественно, если вам не лень и интересно, расскажите по своей любимой песне, не обязательно 10. Вот мой вопрос, мне кажется, что самая ценная для нас музыка, это та, с которой вот связаны какие-то события, это могут быть музыканские события, вот как здесь было с половиной, но все-таки это то, что-то про жизнь, а не просто, что я сидел в сферическом вакууме, нажал на play, и вот заиграла песня, и с тех пор она моя любимая. То есть, мне кажется, что любимейшим становится то, что переплетается с нами не просто там в ушах, а с какими-то мыслями, событиями, эмоциями, что-то нам открывает в самих себе. Как минимум, на этот вопрос не поленитесь, ответьте мне, как вы думаете, так это, или может быть, я просто слишком эмоциональный тип на самом деле, потому что все мы в этом смысле разные. Спасибо вам за просмотр. Если вы вдруг поздравляете меня с днем рождения, то спасибо вам большое за эти поздравления и за пожелания. Все предыдущие годы был стрим в этот день, но сегодня в этот день у меня концерт. Мы решили, что лучше не бухать на дне рождения и не стримить, а сделать концерт. А там может и побухать, а может и постримить концерты. Это вся музыка вообще кайфовая для меня сейчас штука в кои-то веки. Кто мог подумать, что я до этого дойду. В общем, я желаю вам хорошего между вами и музыкой, и чтобы это хорошее касалось вас глубже, чем уши, и помогало вам по жизни. Я не думаю, что музыка вот прям берет и меняет мир к лучшему, но она может пробуждать что-то в нас, что может делать нас лучше, а мир состоит в общем-то из нас. Так что любите музыку и идите куда хотите. С вами был преподоподобный Александр, хотя сегодня не очень преподоподобный. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok